Ассаламу аликум друзья, с вами Чечен Синдром. Друзья, сегодня хотелось бы рассказать вам, вот об этой фотографии, что вы сейчас видите на своих экранах. Думаю многие из вас уже видели это фото в интернете, так как оно часто там встречается. Не знаю как вы друзья, но я не раз, задавался вопросом, так кто же этот гениальный фотограф, что запечатлел столь замечательный и романтичный момент на этом снимке. И вот совсем недавно, копаясь на одном вайнахском сайте, я наткнулся на одну статью из которой и узнал об авторе данной фотографии. Им оказался, Саид Хусейн Сарнаев, известный фото-журналист, собственный фотокорреспондент Международного информационного агентства «Россия сегодня». Его фотографии участвовали в выставках в Москве, Грозном, Париже и в других местах. Архив журналиста, представляет объемы из, 30 терабайт. Около 12 тысяч файлов сгорело в 2014 году во время пожара, в доме печати Грозного. Друзья, давайте все-таки послушаем и посмотрим самого Саид Хусейна, и собственно саму историю этого снимка. Здесь я приведу разговор, состоявшийся на одной выставке, автора той статьи Саид Хусейна. «Саид, эта фотография точно ваша?» Спросил я, указывая на тот самый снимок. «Просто слышал, что она сделана кем-то другим и не в Чечне. Я могу тебе доказать, что она моя?» Сразу ответил он. «Как?» Поинтересовался я. Саид Хусейн позвал меня в другой конец выставочного зала, где находился его макбук, и показал мне серию фотографий, на котором были этот парень и девушка. «Ну, что ты теперь скажешь?» Обратился он ко мне. Его лицо светилось торжествующей улыбкой. «Ничего. Однако мне просто безумно приятно узнать, что снимок действительно ваш», восторжен ответил я. Саид Хусейн начал рассказывать, как он заснял этих милых и прекрасных людей. Время было тяжелое, начал он. Я как раз начинал заниматься фотографированием. Ходил по Грозному, снимая разрушенные здания, а также жизни быт жителей города. В столице уже начинались восстановительные работы. Первым появился новый сквер, напротив театра имени Ханпашин уродил его. Это был настоящий оазис на фоне той страшной картины. По словам Саид Хусейна, он находился там, когда заметил молодую пару. Шел мелкий дождь. Парень и девушка о чем-то живле набеседовали, улыбались и шутили. «Меня очень заинтересовало это», продолжает свой рассказ фотограф. Спрятался за деревом, взяв в руки фотоаппарат. начал щелкать. «Конечно, я опасался, что меня заметят. Неизвестно, как бы парень среагировал. Время ведь непростое было. Они не заметили вас? Слава Богу! Что нет?» сказал Саид Хусейн. «Если меня увидели, то испортилась бы эта идиллическая картина. Знай, что самые интересные фотографии получаются, когда человек не знает, что его снимают. И долго вы так простояли? Я ждал более 40 минут, чтобы уловить именно этот момент. Друзья, а далее небольшое видеоинтервью, данное на той самой выставке Саид Хусейном Царнаевым. Из этой большой экспозиции Саид Хусейн Царнаевым выделил один снимок, который за небольшой период времени разлетелся по всему миру и навел интригу, кто же все-таки автор этой фотографии. Сцена происходила в парке, в сквере грозы нефтегаза. Там были туи, маленькие еще, молодые. Я спрятался, когда увидел эту пару, и в какой-то момент я нажал на кнопку, и произойдет то, вот это действие. Он берет из рук руки, перекладывает этот зонт и протягивает. И в следующее мгновение девушка берет этот зонт в свои руки, и сцена заканчивается. Друзья, кому понравилось, ставим пальцы вверх, и кто не подписан, подписываемся. Спасибо друзья и до новых встреч.